Меня зовут Максим Иванников. Я являюсь консультантом в компании DataArt. Моя деятельность заключается в том, что я помогаю нашим клиентам, или же просто людям, которые еще не стали нашими клиентами, определиться с технологиями, рассказать, чем мы им можем помочь. Может быть, проанализировать какие-то начальные вводные данные о проектах, которые не собираются притворять жизнь. Как-то так. В общем, я, наверное, сейчас тоже расшарю экран. Одну минуту. И попытаюсь поподробнее рассказать о нашем опыте построения решений для промышленности, о том, куда движется промышленность в современном мире, и что, в принципе, сейчас происходит на рынке, на мире и так далее. В общем-то, я думаю, что мое уступление займет порядка 20, может быть, чуть больше минут. Я, честно говоря, не засекал. Потом я буду рада ответить на ваши вопросы. Ну и, в общем-то, если вдруг что-то можно срочно спросить, вы пишите в чат, я потом прочитаю, стараюсь ответить. В общем, в начале своего уступления я хотел бы, наверное, чуть больше рассказать про компанию DATAR. Буквально пару слов. Мы начали работать около 22 лет назад. Мы работаем с множеством индустрии, включая финансы, строения, здравоохранения и прочее. IT-экспертизму начали строить, если не ошибаюсь, около 9 лет назад. Тогда это еще называлось M2M и прочие индустриальные решения, то есть Machine-to-Machine Communication. Потом возник тренд, который назвали IT. Ну и, собственно, мы уже стали после этого IT-практикой. Я, собственно, занимаюсь IT-проектами, то есть я координирую чат деятельности IT в рамках компании DATAR. У нас порядка 20 офисов по всему миру, сейчас в компании около 3,5 тысяч человек. В общем, мы накопили достаточно большой опыт, о котором хотели бы вам рассказать. Если говорить о наших клиентах, то, наверное, наиболее известные в России – это Тинькофф, скорее всего, NASDAQ, Apple Tonight, Space Camera, Metro. Тоже мы с ними работаем. И из наиболее крупных IT-клиентов мы работаем с компанией British Gas. Мы помогаем им строить их смартфон-платформу. В общем, как-то так. Ну и если описывать сервисы, то мы покрываем весь спектр задач, начиная от низкого уровня устройств, интеграция, подключение к облакам, дальнейшее построение какой-то бизнес-логики уже в облаках. Как это интеграция, большие данные, машинное обучение, визуализация. В общем, от одного конца до другого. Так, ну и давайте, наверное, уже по делу. Закончим с интро. В общем-то, я бы хотел рассказать о промышленном интернете вещей и так называемой индустрии 4.0. Индустрия 4.0 – это переход от предыдущего века развития производства. Все мы помним, что первая промышленная революция в 18 веке была связана с появлением паровых двигателей. Вторая – это электрификация и начало массового производства. Третья – это уже роботизация, автоматизация, применение IT-технологий. И вот сейчас мы находимся на стыке между третьей и четвертой. Это уже не просто IT-система, позволяющая строить сложное взаимодействие между реальными физическими объектами и цифровым пространством, частичным или полным переносом свойств объектов в это пространство. Соответственно, многие эксперты не считают происходящую сейчас полноценную революцию. Называется, скорее, витком развития индустрии 3.0 и следующим шагом развития технологий. Но, тем не менее, это решает нам считать происходящим трендом и более детально изучить. И, помимо всего прочего, происходящая сейчас диджитализация в производстве, она явным образом уже оказывает влияние на бизнес-модели, экономику, качество продукции и так далее. Соответственно, индустрия 4.0 объединяет все стадии производства в единую инкосистему, начиная от хранения ресурсов и детальности в кладах, логистики, и заканчивая уменьшением отбросов, оптимизацией, протестировкой товаров к местам сбыта и так далее. Соответственно, почему компания внедряет технологии индустрии 4.0? Здесь я перечислил основные цели. Я думаю, что, если подумать, можно еще примерно столько же назвать. В первую очередь, это бережливое производство, это снижение отходов производства, оптимизация расходов, уменьшение количества пронимых деталей и товаров, составление оптимального количества товаров, расходясь с рыночной спросом. Дальше идет уменьшение затрат, это, в общем, достаточно чейный пункт. Благососточные перспективы и модернизированное производство окопятся быстрее и более гибким. Экологические факторы тоже важны, климат меняется, это, в принципе, уже очевидно. Страны двигаются более жесткими требованиями к экологичности производства и охране окружающей среды. Конкурентное преимущество – это тоже очевидный бонус. Как я уже сказал, технологическое производство является более гибким. Сюда может входить достаточно широкий спектр преимуществ, скорость, качество, адаптация к спросу. Стоимость и так далее. Опять же, возможность принимать решения, исходя из актуальных данных о производстве и состоянии рынка. Изменения глобальной экономики. Уже сейчас идет изменение сложившейся парадигмы. Страны развязывают торговые войны, переходят к альтернативным источникам энергии. Страны с более дорогой рабочей силой используют технологии для того, чтобы получить преимущество над странами с дешевой рабочей силой. И, как следствие, меняются рынки. Высокоавтоматизированное производство более устойчиво к перформациям индустрии. В нашей сегодняшней ситуации с пандемией это более чем очевидно. В общем, причин для перехода к индустрии 4.0 более чем достаточный. В долгосрочной перспективе компании, не уделяющей внимания инновациям, окажутся в проигрышной ситуации. Далее поговорим о типичных задачах, с которыми мы сталкиваемся. Здесь я приведу уже, наверное, конкретные примеры, расскажу в детали. Первое – это оптимизация и оптимизация. В целом все достаточно понятно, я думаю. Это может быть уменьшение расхода исходных ресурсов. Это, например, для производства асфальта или строиматериалов, уменьшение расхода энергии, на производство времени, производство, просто какой-то анализ данных. Цифровой двойник – это разработка модели чего-либо. Это может быть фабрика, линия, линии передач, склады, супермаркеты даже. Здесь мы создаем виртуальную модель процессов, сервисов, продуктов, того, как они взаимодействуют друг с другом. Ну и, соответственно, помимо анализа текущего состояния, моделирование и симуляция используется для того, чтобы создавать дальнейшие изменения поведения этого объекта, либо же возможные результаты влияния на этот объект. Предиктивное обслуживание – это один из наиболее популярных трендов сейчас. Суть данного подхода заключается в том, что, чтобы мониторить нормальную работу и состояние оборудования, можно раньше понять, что с ним происходит что-то не так, обнаружить потенциальные проблемы. Обычно обслуживание происходит либо по факту поломки, так называемое реактивное обслуживание, либо же по факту превентивное обслуживание, когда детали не применяют заранее, исходя из какого-то паспорта, из каких-то рекомендаций, несмотря на то, что деталь еще не выработала свой ресурс эксплуатации. Соответственно, это тоже является ненужной затратой. Предиктивное обслуживание оптимизирует в этом случае и время простое, и затраты на замену. И обычно стоимость внедрения проекта покупается достаточно быстро. Дальше управление объектами и ресурсами. Здесь в качестве примера, наверное, можно, опять же, привести обслуживание домов, линии электропередач, мостов, эстаказ, объекты строительства и так далее. Безопасность производства в эту тему я включил различные решения, связанные с мониторингом, с уйти нет предосторожности, то есть определение, носят ли рабочие железные краски, находятся ли они в опасной зоне, различные датчики движения и возникновения препятствий, усиливание пожаров, аномальное состояние и так далее. Модернизация оборудования – это, скажу честно, моя любимая категория. Это добавление новых сервисов, функций к оборудованию, которое было произведено еще до эпохи ума настройстве. Может быть, что угодно – лифт, конвейер, бойлер, рубина, плавильная печь. Важно понимать, что это вполне рабочее оборудование, прекрасно выполняет свои функции, но у него отсутствует возможность передачи данных, возможность удаленного управления, прочий IoT-функционал. Соответственно, смысла его менять особо нет, то есть она действительно работает хорошо, но и инновации внедрять не получается. Соответственно, здесь нужно модернизировать. Мы обычно добавляем датчики, сенсоры, контроллеры, прочие устройства, которые помогают на текущем этапе обойти ограничения, ну и, соответственно, провести процесс инноваций. Искусственный интеллект и машинное обучение. Ну, в общем-то, эти технологии уже стали джентльменским набором современных проектов. Без них никуда. Тут достаточно широкий спектр применения, начиная от анализа данных, сравнивая от обнаружения проблем, аномалий, заканчивая автоматизированным управлением, процессами, принятием решений. В общем-то, можно применяться совершенно в любом области. И отдельным пунктом я выделил интеграцию. Интеграция – это когда нужно все это вместе объединить. Уже это весьма объемный класс задачи. И иногда интеграция может занимать больше времени, чем разработка основного решения. Особенно это актуально для масштабирования решений на разные заводы, допустим, есть ряд фабрик, которые были построены с разным оборудованием в разное время, и требуется интегрировать каждый из них проектом. Так, теперь поговорим о диджитализации. Здесь, наверное, как я уже говорил, одна из целей индустрии 4.0 – сделать производство более быстрым и эффективным с помощью этих технологий в том числе. И для этого необходимо преодолеть три уровня, которые я здесь перечислил. Это генерация из бомбарданных, обработка их, станение и анализы, принятие решений. В общем-то, каждый из этих уровней необходим для реализации функциональности, которая здесь у меня приведена на слайде. Ну и внедрение, соответственно. Во-первых, это необходимо реализовать умное подключение. Выражаясь простым языком, на этом этапе принимается решение о том, какие данные нам потребуются, какие датчики и устройства для этого необходимы, каким образом будет передаваться информация, как реализовывать обратную связь, как избежать пакет данных. В общем, много всего интересного. Так, во-вторых, это обработка информации. На этом этапе данные нормализуются, классифицируются и обеспечивается их накопление. Третий этап – создание цифрового двойника, где мы можем получать интересующую нашу информацию о состоянии чего-либо. Это может быть реализовано в режиме реального времени или близкого к реальному времени, если того, требует правительный пример. Четвертый этап – это анализы и принятие решений в случае необходимости. Как раз в этом случае могут быть использованы технологии Big Data, машинное обучение и так далее. И пятый этап – это обратная связь и контроль исполнения принятого решения. Очевидно, что универсальных решений не бывает. Каждый проект требует анализа и планирования, но эти этапы более-менее описывают последовательность шагов, которые необходимо выполнить для того, чтобы перейти к диджитализации производства. Так, приходим к следующему слайду. Здесь я уже хочу рассказать про технологии, которые используются для каждого из этих шагов. Ну, очевидно, что IoT. Устройства каким-то образом нужно объединять, они должны обмениваться данными и контролировать процесс. Big Data, пожалуй, трудно переоценить значимость. Это технология для обработки и анализа структурированных и не структурированных данных. Чаще всего они не структурированы, если мы говорим о большом количестве данных и с ними нужно что-то делать. Облачные технологии зачастую обработка большого количества данных временем требует больших вычислительных мощностей. Как любит говорить AWS, друзья не позволяют друзьям строить дата-центры, соответственно, облака приходят на помощь. И здесь мы используем кластеры, масштабирование и прочие наши любимые девопс-практики. В общем, они позволяют справляться с достаточно широким спектром возникающих проблем. Безопасность является одним из наиболее обсуждаемых аспектов, пожалуй, с самого рождения IoT-индустрии. Ее сложно переоценить. В общем-то, полностью автоматизированное производство утечка данных или их подмена может поставить в угрозу всю компанию. Мешательный процесс посторонним тоже не сулит никаких разженных перспектив. Поэтому нужно уделять этому отдельное внимание. Дополненные виртуальные реальности эти технологии могут помочь с наглядным моделированием процессов, обучением персонала, с проектированием и так далее. Симуляция позволяет сэкономить ресурсы и временное производство, как и 3D-печать в принципе. Процесс прототипирования и кастомизация деталей и товаров значительно ускоряется, ну и прощается. Один из наших проектов был связан как раз с моделированием металлических запчастей, и инженеры заказчика проверяли соответствие деталей и требования перед запуском массового производства, чтобы деталь действительно подходила, чтобы все запилы, выпилы, дырки были на наших местах, чтобы черти же соответствовали тому, что требуется получить. Ну и опять же, интеграция. Здесь все просто, все эти технологии, нужно как-то подружить друг с другом. Так, реализация. Реализация инновационных проектов, она всегда связана с значительными инвестициями и рисками. Здесь я бы хотел обратить внимание на некоторые аспекты, возможно, в будущем это поможет вам избежать моих неприятных сюрпризов. В первую очередь, я бы хотел обратить внимание на постановку цели, что именно вы хотите достичь в конце вашего инновационного путешествия, если это модернизация ради модернизации, это, заведомо, неудачная цель. Мы видели достаточное количество примеров, когда клиенты начинали внедрять инновации, инвестировали огромные средства, и в итоге весь бизнес оказывался под угрозой. И затем, просто из-за того, что инновации начинали перетягивать на себя большую часть прибыли, и эти компании затем начинали искать партнеров, которые могли бы довести этот проект до результата с каким-то гарантированным путешествием к цели. В общем-то, не стоит начинать огромный проект, если вы не видите возможности получения хотя бы промежуточных результатов в обозримом будущем. Возможно, это звучит в стиле различных тренингов и по личному росту и прочих мотивационных выступлений, но ваша цель должна быть реальной и достижимой. То есть, основная цель победить всех конкурентов самой дешевой продукции и начать получать сверхприбыль, это не цель. Гораздо продуктивнее будет обозначить какие-то более короткоиграющие проекты, то есть разбить этот проект на этапы, например, снижение энергозатрат производства или же уменьшение времени простого оборудования, или же повышение эффективности производства. Понятно, что я сейчас называю условные вещи, но цель должна быть достижена осязаемой. и план ее достижения не должен охватывать десятилетия. Как ни странно, если вы не видите острой необходимости модернизировать производство сейчас, возможно, вам просто стоит подготовиться к внедрению инноваций позже. Это подводит нас к второму пункту, оценка готовности организации персонала к внедрению инноваций. Может быть, не знаю, подобные решения идут в разрез с использованием дешевой силы на данном этапе развития компании, или же наоборот у вас высококвалифицированный персонал, который может раскрыть специал ради дополнительного обучения. Опять же, стоит оценить свободные денежные средства для инвестиций в развитие, насколько операционные расходы будут большими. В общем, эта тема, наверное, для отдельного большого анализа. Тут много чего можно поизучать. Часто у нас спрашивают готовые решения или кастомизация. Это, пожалуй, наиболее популярная дилемма, и универсальным ответом здесь нет. Коробочные решения чаще всего требуют меньше времени на внедрение, они дешевле, но они менее гибкие. Во-первых, стоит оценить, насколько готовые решения проходят вам сейчас, и попытаться прикинуть, будет ли оно ограничивать ваше развитие в будущем. Во-вторых, многие разработчики готовых решений, они используют лицензии. Если вы вдруг решите увеличить производство или масштабировать производство, возможно, при этом докупать лицензии. Также есть ограничения на список поддержания оборудования, могут отказаться от поддержки какого-либо оборудования в будущем. В общем, в том или ином виде за любое расширение функционала придется доплачивать. Не раз слышал шутку про то, что проще адаптировать бизнес под какую-то платформу, нежели платформу под бизнес. В общем, это действительно так. Я не пытаюсь сейчас нарисовать какую-то мрачную картину реальности готовых платформ. Вполне возможно, что это идеальное решение для задач. Но это подводные камни, которые нужно учитывать и принимать во внимание. Разработка кастомного решения обычно дороже и дольше, но в этом случае есть возможность регулярного общения с техническими экспертами, промежуточная прозрачная архитектура, промежуточные результаты какие-то нацисты скрытых расходов, поэтапное внедрение, разработка только нужного функционала в данном этапе. И в общей сложности я бы, наверное, предложил изучить оба варианта, сравнить плюсы и минусы и остановиться на том, который вам подходит в данный момент и который вам поможет расти в будущем. Продолжительность и стоимость проектов это, пожалуй, второй по, если, ну, наверное, даже первый по частоте вопрос, который нам задают. Я видел проекты, которые за полгода разработки помогают экономить миллионы долларов нашим клиентам. Об одном из них я коротко расскажу чуть позже. При этом они окупаются в первый же месяц эксплуатации. Есть проекты, которые длятся гадами и соответствуют соответствующей стоимости. Обычно мы выдаем для оценки таких проектов некоторый диапазон срок реализации и стоимости с пояснением от чего это может зависеть, на что влияет какие-то факторы на при реализации этого проекта. Плюс еще описание промежуточных результатов и этапов внедрения. Многих такая неопределенность пугает. Но это инновационный процесс, чаще всего требующий исследований. И в долгосрочной перспективе наш подход к этапной реализации уменьшает количество рисков, снижает текущую финансовую нагрузку на компанию. оказывается более надежным и даже может быть выгодным в долгосрочной перспективе по сравнению с готовыми решениями. То есть лучше заплатить небольшую сумму на начальном этапе для анализа проекта, чем сразу вывалить огромную сумму за внедрение готового проекта и понять, что оно не подходит. план реализации здесь я взял слайд из наших презентаций для клиента и я убрал здесь все подробности про конкретный проект, поскольку мы не имеем права их разглашать, но тем не менее основные характеристики я оставил. если коротко клиент занимается производством строительных материалов, они бы хотели уменьшить свои энергозатраты на производство одного из продуктов. У них есть разные операторы, которые стоили на эффективность и справляются с управлением процессом, но разброс достаточно большой, то есть от нескольких тонн топлива до галлонов всего галлонов. И здесь мы внедряем искусственный интеллект для анализа производства, чтобы в дальнейшем он мог с какой-то гарантированным результатом выдавать какое-то производство этих строительных материалов. И на данном этапе они поставили цель уменьшить количество топлива на 10 литров на производство одной тонны. То есть результат по сути не очень может быть глобальный на данном этапе, но в перспективе при дальнейшем развитии проекта он поможет экономить достаточно большие деньги. на самом деле здесь я хотел показать больше этапы подготовки решения, то есть этап реализации на первом этапе подготовка, когда мы анализируем все вещественные данные, опять же нормализуем их, оцениваем хватает нам или нет, подготавливаем документацию по проекту и так далее. второй этап это дизайне решения, здесь мы уже продолжаем плотно взаимодействовать с заказчиком, уточняем технические требования, проверяем сходится ли алгоритм, насколько верны наши предположения и так далее. Затем идет разработка прототипа и затем уже разработка и поддержка самого решения. соответственно каждая из этих этапов здесь обозначена продолжительность и если по первым трем нам в принципе все более-менее понятно, чтобы получить какой-то прототип и достичь каких-то результатов, мы понимаем, что нам хватит вот этого времени, то разработка и поддержка на данном этапе мы не можем это точно оценить, просто потому, что недостаточно данных, мы сейчас занимаемся как раз таки вот этой частью, мы сейчас в области состояния прототипа, как только мы закончим и оценим результаты, у нас будет возможность понять сколько занимает разработка и поддержка, ну и соответственно заказчику появится понимание того, почему он хочет прийти. это опять же пример того, что не стоит сразу стоять для самой глобальной цели. В общем-то сейчас осталось несколько примеров, наверное, развлекло с примерами, расскажу про проект, который мы делали до этого. Это как раз тот проект, который позволяет экономить миллионы долларов, компания занимается разработкой производства систем транспортировки грузов, проще говоря, это конвейеры и прочие системы, которые позволяют перемещать грузы по складам на производство и так далее. Они являются достаточно большой компанией, они работают с компанией масштаба Amazon, например, и Acada, и прочими. То есть время простоя у их клиентов оно достаточно ценное. Буквально час простоя для компаний такого масштаба приводит к потере более миллиона долларов, соответственно, они пытаются максимально быстро решать подобные проблемы. Но если вдруг конвейер ломается внезапно, то приходится ждать запчасти, либо же останавливать производство, транспортировку грузов и так далее. Как вариант можно иметь запчасти, но это тоже дорогое удовольствие, то есть никто не знает, какая часть может сломаться следующая. В общем-то здесь в рамках проекта мы помогли клиенту установить датчики на их конвейеры, на все части, которые потенциально могут сломаться. коробки приводов, подшипников узлов, мотора. Соответственно, с каждого из этих узлов собираются данные, несколько систем машинного обучения, несколько алгоритмов анализируют текущее положение дел. Как только мы видим какое-то отклонение, незабинственное специалисты идут изучать, в чем может быть проблема. ну и соответственно это позволяет заранее предпринять какие-то меры, запазать детали, запазать, спрогнозировать остановку транспортировки в удобное время, когда будет на меньше потеки и так далее. Ну и в целом система до сих пор разрабатывается, совершенствуется и с каждым месяцем работает все более эффективно. платформа анализа состояния объектов. Здесь клиент занимается построением цифровых двойников различных объектов инфраструктуры. Это мосты, здания, эстакады и прочие такие вещи. Обычно для анализа этих структур часто остановлен трафик, часто приходится перекрывать движение, часто приходится тратить большие ресурсы на то, чтобы отправить туда инженеров для аудита и оценки этого проекта. В общем-то, клиент с помощью дронов делает фотографии мостов, строит 3D-модель и эксперты уже из любой точки земного шара с помощью браузера, веб-интерфейса имеют возможность оценить текущее состояние, искусственным интеллектом подсказывает на какую часть структуры стоит обратить внимание в первую очередь, какие критические изменения произошли, и плюс, поскольку в этот процесс увеличено достаточно большое количество участников, была реализована еще платформа с маркетплейсом, которая позволяет каждому из участников использовать профильные приложения конкретно под его задачи. Дальше умный лифт, в общем-то этот проект начался у нас как демо для выставки, затем различные части этого проекта и в плане технологии они перекочевали к нашим клиентам, то есть те или иные клиенты были заинтересованы в построении части этого демо-решения. В общем-то идея здесь достаточно простая, мы здесь модернизировали оборудование, так называемое устаревшее оборудование, в качестве примера мы взяли обыкновенный лифт, то есть он просто возит людей и ничего особо больше не делает. Мы заинтегрировали его с Amazon Алексей в качестве альтернативного решения в одного из наших клиентов использовался IBM Watson. Они были заинтересованы в том, чтобы он решение говорил еще и по-испански, собственно, Алексей так не умеет, Watson умеет. И помимо всего прочего тут есть еще целый набор сервисов, то есть через камеру алгоритм отслеживал, носят ли люди маски или нет. То есть если человек заходит в маски в здание, скорее всего что-то идет не так, если это не гернарный лыжный курорт какой-нибудь. И включается автоматическая система оповещения, служба безопасности, блокируется часть дверей и так далее. Была интеграция с системой логирования Salesforce i2 Cloud для дальнейшего анализа и просмотра событий. И плюс мы еще использовали нашу open-source platform device time для того, чтобы устройства обменивались друг между другом. Ну и плюс это еще работало на Edge устройствах, то есть все вычисления происходили не в облаке, а на локальной машине. в общем-то это было не энергоемкое решение. Это достаточно простой пример мониторинга микроклимента в офисе. В офисе DataArt мы столкнулись с тем, что вентиляция не всегда работала так, как нужно, она неожиданно выключалась, если холодило или нет. И для оперативного реагирования мы построили опять же систему, которая с помощью датчиков мониторит температуру воздуха, выходящую из вентиляции и как только видит какие-то отклонения, вынесает уведомление о том, что нужно бежать иначе будет слишком жарко или слишком холодно в ближайшее время. Это проект про предсказание того, сколько энергии будет потреблять умный бойлер в зависимости от времени года, в зависимости от отапливаемой площади, от того, как его эксплуатировали в прошлый месяц и так далее. В общем, как-то так. И на этом я, пожалуй, завершаю свое выступление. Так достаточно долго получилось. Буду ответить на ваши вопросы. Опять же, всегда ли обоснованное внедрение драйверов индустрии 4.0? Нет, не всегда. Но это нужно держать в голове, что рано или поздно производство шагнет далеко вперед, и если не предпринять и подготовиться к этому, то есть шанс остаться отстающим. догнать будет тяжелее. То есть я бы сказал, что это итеративный процесс, это длинный процесс, это чаще длинный процесс, процесс, в котором нужно понимать, к чему вы идете, к чему он приведет, и основать, какие конкретные шаги, как лучше подготовиться в данный момент времени. То есть понятно, что если у вас производство запчастей, которое штампует одну деталь в час, вы не сможете сразу строить космические корабли, но к этому нужно стремиться. Экономическая целесообразность разрешений помощных соседей тяжелых. Я бы сказал, что здесь важен баланс. То есть понятное дело, что если у предприятия стоит задача по-быстрому получить прибыль и затем в какой-то определенный момент свернуть производство, то это одно. Если планируется долгосрочное развитие и сохранение конкурентоспособности, то опять же это по этапам нужно внедрять. И говоря про экономическое целесообразие, да, это действительно может быть дорого, а тут нужно понимать, что должен быть баланс участие в своих доходах и готовый проект на инновации. Внедряя предиктивку, вы обращаетесь к уже упакованным решениям предиктивной аналитики, киподиспетчера цифры, внимательно отцовливая и прочее каждого разного аналитика. Смотрите, здесь если честно, мы ни разу не использовали готовые решения коробочные, то есть мы, может быть, использовали какие-то библиотеки и прочее с уже нервными моделями, но разрабатывать, тоже внедрять коробочные решения, чаще всего мы, если мы видим, что дешевле это сделать, мы отправляем к коробочным решениям, для того, чтобы они проконсультировались с разработчиками там и поняли, что им важнее. Наша основная цель здесь, как у врачей не навредить. По поводу кастомных решений, мы чаще всего анализируем самостоятельно, исходя из требований заказчиков. Нам приходит производство, когда понимает, что коробочное решение их не справит, они хотят что-то более гибкое, без ограничений и так далее. Есть планы внедрять такую платформу в энергетику, возможно ли аналитик работает в состоянии тропинных? Да, планы внедрять у нас много, но, опять же, мы сервисная компания, то есть мы не занимаемся производителем антиповых решений. У нас был опыт анализа состояния турбин, в общем-то, мы для одного из клиентов это разрабатывали, это аналитик, скажу честно, была достаточно простая система, но тем не менее рабочая. Она просто мерила отклонение в вибрации, измеряла отклонение в вибрации, уровни шума и так далее, и в какой-то момент выдавал предупреждение, что если что-то шло не так. Какие протоколы беспроводных устройств вы используете? Самые разные, то есть это может быть BLE, может быть LoRa, может быть ZigBee, Wi-Fi. Самый широкий спектр задач, исходя из требований. Может быть 4G, с нетерпением ждем появления 5G, посмотрим. В целом обычно протоколы ограничиваются функциональностью устройств, к которым мы работаем и диктуются требованиям проекта. Презентацию пришлюте? Да, без проблем. Я думаю, что поделюсь презентацией после. промышленные решения беспроводных датчиков пожарной сигнализации на ОРВА. Я думаю, что да. Опять же, мы занимаемся кастомными решениями, то есть там мы можем использовать какие-то облачные сервисы, типа Adobe Ажур. Можем делать все на открытых платформах типа Device Skype. Беспроводные датчики пожарной сигнализации не уверен, что на ОРВА, но есть у достаточно широкого спектра производителей. Если не ошибаюсь, тот же Xiaomi такие выпускают в рамках своего коробочного решения умного дома. Можно посмотреть. Как осуществлять связь IoT с уже существующей сетью предприятия? Совершенно разные уровни интеграции. Это может быть реализовано через SCADA систему, это может быть реализовано через EAP, это может быть реализовано посредством Web Socket, API протоколов того, с чем нам требуется заинтегрироваться. И там совершенно кастомные решения. В общем-то это все зависит от уже существующей инфраструктуры, поскольку я уже сказал, условный завод может быть построен в 70, а еще один условный завод в 90, там оборудования совершенно разные, соответственно меняется то, каким образом мы будем с ними интегрироваться. Можно поподробнее про анализ климата в офисе, это была система сбора данных и аналитики, или она может далее влиять на стрелы непосредственно корректируя работу инфляционеров, ворточки и так далее. Это была простая система, там периодически выходило что-то из строя, то ли турбина на трэш, то ли еще что-то, что стало работать. мы на тот момент только переехали в новый офис, это было в нашем прошлом офисе, и соответственно арендатор еще не успел отладить вентиляцию, и мы ему всячески помогали с этим, то есть мы обычно это выглядело так, что мы обнаружили как в тот момент, как мы обнаружим поломку, оборудование уже не работает какое-то время, час, полчаса и так далее, ну и соответственно плюс тратится временно то, что от проекта до обслуживающих персонал, который будет отчинить и разработали такое средство оперативного управления рабочими. В теории можно было бы заинтегрироваться более глубоко, как бы экономической целесообразности, но в целом да, есть такие промышленные решения, которые позволяют регулировать с ними, управлять воздухом, влажностью и так далее. В общем-то мы это умеем тоже делать. Так, рискнули бы внедрить предъективку для авиационной турбины. Смотрите, здесь да, рискнули бы. Обычно к нам приходят как к техническим экспертом и мы плотно работаем, имеется в виду техническим экспертом со стороны разработки софта. И мы уже плотно взаимодействуем с заказчиком. Нам обязательно нужен человек, который будет на том конце провода, условно говоря, отвечать на все необходимые нам вопросы, которые мы будем показывать демо-версии своего, того, что мы разрабатываем, согласовывать требования и так далее. Соответственно, мы каждый раз рассчитываем, что с той стороны есть человек, который является экспертом в вопросах авиационных турбин. То есть мы со своей стороны являемся экспертом в разработке программного обеспечения и IT-технологий, а человек на другом, с другой стороны, он является экспертом именно в этом оборудовании. И, соответственно, мы в такой синергии разрабатываем совместное решение, которое устроит заказчик. Поэтому в целом да, скорее всего, там потребуется какая-то сертификация разработанного решения, но это мы тоже обсуждаем заказчиками, каким образом это будет происходить. Обычно у них уже есть наработанные методологии. В целом ничего необычного для нас. Планируется, что IoT работает сама по себе в своей сети и соединяется общей сетью через через IoT. Совершенно по-разному. Есть устройства, которые умеют напрямую общаться с облаками, напрямую общаться уже с какими-то готовыми бакам-сервисами в облаках. Есть устройства, которым требуется так называемый гейт, который какого-то протокола условному, например, у R1 передает данные на этот гейт, и гейт уже контролирует несколько, может быть, устройств, и гейт уже взаимодействует с блоками или с вышестоящим каким-то шлюзом и передает данные туда-обраты. В общем-то, у нас был опыт реализации избыточный протокол, но я не знаю, как правильно это улучшено назвать, но когда мы делаем страховку на случай того, что основной канал связи пропадет, и нужно будет использовать какой-то либо резервный, либо же накапливать данные на устройство в ожидании того, когда этот канал восстановится, чтобы передать проект критично было не потерять данные. Как это реализуется, ну, есть несколько вариантов. Так, и вообще на данный момент допустимо ли, что средства IoT осуществляют управление процессом, или пока это только для авторстепенных систем типа анализа и предъективных технологий? Да, допустимо. Более того, это все зависит от процесса, который контролируется. Скажем так, есть, опять же, система пожаротышения условная или экстренной остановки производства, она должна все это делать моментально. То есть, если возникает такая ситуация, что в нештатной ситуации, когда нужно необходимо остановить производство, скорее всего этот алгоритм просто его остановит, нежели будет дожидаться, когда человек вмешается в процесс, она будет, эта система будет дожидаться уже после. Система отопления, например, где трубуют проводы под большим давлением. Честно говоря, с системой отопления мы ни разу не сталкивались, но можно предположить, что сработает какая-то система страховки, действительно, если получится, система обнаружит, что произошла раздерматизация или утечка, скорее всего, будут перекрыты какие-то страховочные шлюзы и затем уже отправлены уведомления по разным сервисам, службам, станциям и так далее. В общем-то, я рассказывал про пример с системой безопасности для умных домов, когда система блокирует, если видеть человека в маске, то блокируются двери, блокируются лифты и отправляются уведомления в полицию, условно служить безопасности здания и так далее. Это все автоматизировано и происходит без участия человека. Дальше уже человек решает, есть ли действительно какая-то угроза или нет. Датар тоже не поедет кременевую долину. Ну, собственно, мы уже присутствуем на американском рынке. Я не уверен, что нам есть смысл именно кременевую долину отправляться, я имею в виду физического расположения офиса, но в общем-то американский рынок составляет, если не ошибаюсь, порядка 60% того, чем мы занимаемся на данный момент, поэтому у нас все более-менее под контролем. Если есть еще какие-то вопросы, буду рад ответить. Как осуществляется взаимодействие средств с разными протоколами уже на уровне облака? это объемный вопрос. Смотрите, если уточнить, пожалуйста, какие именно средства вы имеете ввиду, потому что я сейчас начну очень подробно объяснять, и это будет долго. Разные датчики. Смотрите, датчики, здесь все просто. Датчики, два варианта. Первый вариант датчик имеет возможность отправлять данные напрямую в облака с какого-то сервиса. То есть у него материализован на уровне прошивки, протокола и так далее. Второй вариант датчик умеет общаться только с роутерами, с гейтплеями, с шлюзами. И тогда уже он отправляет это на вот этот девайс. То есть гейтвейт это условно говоря Raspberry Pi это можно использовать как гейтвейт если включить к ним кучу датчиков и Raspberry Pi уже будет реализовать передачу этого всего облака. Условно говоря, это просто какой-то компьютер, который находится между устройством и облаком помогает с другом общаться. Какие крупные предприятия России наиболее продвинуты в сфере внедрения технологий интернета вещей? Честно говоря, мне трудно ответить на этот вопрос. Я занимался анализом именно российского рынка. Я думаю, что Яндекс традиционно хорош в этом есть какие-то продукты. Я думаю, что многое было разработано в каких-то сферах связанных с энергетикой. не уверен, что там реализационные проекты и так далее, но я думаю, что они что-то делают в этой области. Но, к сожалению, про Россию подробно рассказать не смогу. Можно ли доверять беспроводным датчикам так же, как проводным? Здесь зависит от того, каким образом это все реализовано. Понятное дело, что беспроводной канал, он по определению менее защищенный, чем проводной. Его можно перехватить, его можно подменить, данные можно подменить и так далее. Другой вопрос, какими средствами это реализуется. Это может быть шифрование, это может быть условно блокчейн, который контролирует состояние общего состояния сети и так далее. будет тяжелее скальсифицировать данные. У меня садятся наушники, если что, я перейду на громкую связь. Если вдруг меня не услышат, вы напишите. Был ли опыт с маш-сетями, так называемые самоорганизующиеся сети? Да, был. В основном это используется, из-за того, что я видел, это используется для организации систем типа увеличенного освещения, то есть, когда каждый из устройств передает цепочке сигнал дальше. Так, на скидку какие-то другие проекты с нашими сетями не вспомню. Но из того, что сталкивались, это увеличенное освещение. Было ли это надежно? Ну, в целом, да. Там я сейчас не скажу, какие конкретные протоколы мы использовали, но я точно знаю, что там дополнительное шифрование вводилось. Там была выделена определенная частота, на которой никто больше не работал. То есть, шансы на то, чтобы какие-то помехи и сигналы передаться были минимальные. Понятное дело, что в условиях современного города это непредсказуемо, но в целом, да, работает. Я рекомендую опять же посмотреть на то, каким образом реализуются проекты в умных городах. И там, в принципе, станет понятно текущее состояние индустрии в целом. То есть, это уличное освещение, это какие-то системы безопасности, мониторинга звуков и так далее. А сейчас, наверное, поблагодарю вас за внимание и спасибо за то, что уделили нам время. Было очень приятно доставить его всем. Пока.